Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как мы с мамой в конце августа 2016 года ездили на южное побережье Англии в такие города, как Веймут и Портланд. Я уже рассказывала о том, как мы с мамой и с братом ездили в графство Дорсет и Саммерсет в марте 2012 года и тоже посещали город Веймут. А сегодня рассказ об этом городе спустя 4 года. Напомню, что в июне 2016 года у меня погиб брат и его похороны состоялись только аж в середине августа. После чего мы решили снять нервное напряжение и поехать отдохнуть от всей этой тяжелой ситуации на морское побережье. И вот я забронировала билеты и отель и 22 августа мы направились в наш первый город под названием Веймут. Если честно, я не помню, как мы добирались. У себя в почте я нашла только билет из Бормута в Веймут. Значит, мы как-то ехали на автобусах на перекладных. То есть билета от Лондона до Бормута я не нашла, но, наверное, покупала на вокзале. А из Бормута в Веймут мы ехали около часа и приехали в середине дня. Напомню, что Бормут это один из главных английских курортов Брайтон и Бормут. Песчаный пляж, который находится в графстве Дарсет, по-моему. И в этом городе я была, ну, наверное, с десяток раз. О нем я уже рассказывала. Если кто хочет, смотрите в этом ролике. Ну и вот мы приехали и решили сразу пойти на пляж. Надо было пока светло прогуляться по городу, посмотреть его достопримечательности. Конечно же, покупаться в море. Море, кстати, мне не понравилось в Веймуте, хоть это и считается одним из главных курортов в графстве Дарсет. Это третий по значению город после Бормута и Пула. В Пуле я, кстати, тоже была, еще не рассказывала, но, к сожалению, у меня там только фотографии остались. Может быть, когда-нибудь расскажу. Море такое мелководное, ну, для семей с детьми, чтобы там никто не утонул. Заходишь на 100 метров в глубину и все, тебе еще по колено. Поэтому пришлось просто поваляться, так скажем, в теплой водичке. А я-то люблю плавать в холодной, соленой морской воде. Но да ладно. И этот пляж опробовали. Итак, город Веймут – это административный центр района Веймут и Портланд. Он находится в устье реки Уэй. То есть Уэй-Муф. Муф – это уста, то есть устье. Я уже об этом рассказывала. Очень многие английские города называются по названию устьев реки. И они все имеют в корне название реки и в окончании муф – устье. Город находится в 13 километрах к югу от Дорчестра. И его численность составляла около 52 тысяч человек на 2011 год. В 2009 году британские археологи Блис Уэймута обнаружили в братской могиле обезглавленные скелеты викингов. Ученые полагают, что это результат резни, которую местные жители устроили заморским вторжением. Уэймут живет в туризме. И очень популярным он стал при правлении Георга III, который часто отдыхал в этом городе. И ему был воздвигнут памятник на центральной улице этого города. А также вблизи города на зеленом холме садовники сделали трафарет короля в виде всадника, параметры которого составляют 85 на 98 метров. И эту композицию можно увидеть с автомагистрали по пути в город Уэймут. В этот раз такого отпускного, что ли, настроения у нас не было. Мы отходили от стресса, от шока. И поэтому я снимала только виды города. В основном на видео. Фотографий у меня не так уж и много сохранилось. А нас так я вообще не снимала. Мы там были просто в жутком трауре и просто хотели немножко отдохнуть от всей ситуации, которая произошла накануне. И вот мы ходили вдоль набережной, смотрели на зелень, на пригорки, холмы и горы. Любовались парусниками в море. Кстати, Уэймут считается центром и домом парусного спорта. Именно там в 2012 году проходили гонки по этому виду спорта. Там, кстати, часто проходит регата, в которой участвует английская принцесса Кейт Миддлтон. Также неподалеку от пляжа находится смотровая площадка, которая с вращающимся кругом поднимается наверх. И можно посмотреть на город с высоты птичьего полета на все 360 градусов. Ну, мы не пошли туда, потому что, ну что там смотреть, половина моря, половина просто дома. Ну, мы немножечко полежали на солнышке, покупались в море, погуляли по центру города, прошлись, посмотрели дома, магазины и пошли в сторону Харбора заселяться в отель, который я забронировала накануне и еле нашла более-менее дешевый. Он нам обошелся в 60 фунтов. Остальные отели стоили в районе 100-120 фунтов, и номеров уже практически не было. В итоге я была счастлива, что нашла вот такой вот дешевый отель. После того, как мы получили ключи и поднялись наверх, оказалось, что мы сняли какой-то чердак. Так, комнатка буквально 2 на 3 метра, 2 кровати и больше ничего. Я пошла вниз обратно возмущаться, там внизу был паб. Они сказали, ну, не хотите, можете не снимать, ищите другой. Ну, в итоге мы очень сильно расстроились. Мама любит отели, она хотела отдохнуть с шиком, так скажем. Ну, как обычно, у нее основное в поездках это море и отели. Вот, ну, к сожалению, мы очень сильно расстроились. Там еще какие-то весла над нами висели. Ну, то есть, так еще оформлено было в рыбацком в каком-то стиле. Ну, там отель находился рядом с харбором, где швартуются кораблики с рыбаками. В общем, кое-как переночевали. Хорошо хоть можно было оставить у них сумки. Так как на следующий день мы направились в город Портланд, который находится на острове неподалеку от Веймута. Об этом городе я вам расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!